Крайний срок – начало марта. Весной в Чубаксарах должен открыться Ледовый дворец. Правда, у подрядчиков возникли новые проблемы. Сегодня в их причинах пришлось разбираться и главе республики Михаилу Игнатьеву. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Главе региона хватило даже беглого осмотра, чтобы поставить подрядчикам первые оценки. В последний раз Михаил Игнатьев посещал Ледовый дворец в октябре. Но на строительной площадке по-прежнему ничего не изменилось. Работы на объекте забуксовали вновь. После октября месяца здесь практически палец за палец ничего не сделали. На первом этапе, я говорю, человек пришел для того, чтобы проходная работала, все они работают. Потом зашел в раздевалку, разделся, одел коньки, обулся, все остальное, пошел кататься. Покатался, душевые должны работать. Сейчас необходимо завершить понтаж вентиляционных систем, обустроить раздевалки, душевые комнаты и освободить коридоры от мусора. Тренировочный каток и основная арена уже готовы к работе. Здесь установили трибуны, хоккейные борта и видеоэкраны. Лед можно заливать прямо сейчас, а скоро сюда привезут мебель и тренажеры. Песла есть, перила есть. После обработки просто это все, четыре угла закрывать надо. Нам нужно три месяца полных для того, чтобы все работы завершить. Для окончательного завершения работ подрядчикам требуется не только время, но и строительные материалы. Правда, с ними есть проблемы. Тот материал, который сегодня используется, он более эффективный и качественный в плане износа стойкости. Я предлагал тоже на замену другие материалы, вот обговаривал с ними. Вопрос по поставке материалов на сегодняшний день нет, он в наличии имеется. Весь вопрос они говорят в том, что нет в наличии финансовых средств. Деньги подрядчикам требуются и для покошения кредитов. Долги перед банками они сокращают поэтапно. В этом году из бюджета региона направили более 130 миллионов рублей. Даже сейчас миллионов 100-150 будет, вы, в принципе, вот эту часть сдадите. Ну, сделаем внутрь, да. Потому что деньги на благоустройство, на лестницу, на асфальт, на эти вещи, вы раньше апреля, мая осваивать не сможете? Нет, не сможем. Где изыскать недостающие финансы, обсудили на рабочей встрече в Доме правительства. Подрядчикам сейчас может помочь администрация Чебоксара, которые предложили активнее работать с муниципальным имуществом. Мы, в принципе, посмотрели, но я планировал продавать имущество, в том числе для реализации аварийной программы. Нам где-то 90 миллионов нужно, но и здесь миллионов 50. Если республика найдет объекты миллионов на 100, мы найдем объекты миллионов на 50, 150 найдем, тему, считай, можно закрыть. Если вы взяли за эту работу, если вы выиграли конкурс, то вы должны искать, искать, согласно тех юридистских документах, источники, находить партнеров, находить друзей, привлекать небюджетные источники и достроить, потому что юридистский документ он подписан. Успеют ли подрядчики завершить работы в срок, сейчас главный вопрос. Сделать это необходимо, отметил Михаил Игнатьев. Строительная компания должна вернуть подорванное к себе доверие. Отдельные мелочные работы, там 10-20 человек, наверное, наработало. В целом, когда должны были работать 300-400 человек для завершения, ну, сегодня там человек, наверное, 30 максимум работает. И на этом вся работа у вас строится. Заработать Ледовый дворец должен уже 8 марта. Срывать эти сроки недопустимо, заметил глава республики. А летом необходимо завершить и работы по благоустройству. Митрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.